Всем привет! С выходом новой 500-й прошивки в Mavic Mini появилась возможность ручных настроек баланса белого, выдержки и ISO. Соответственно, появился смысл в приобретении ND-фильтров для Mavic Mini. Очевидно, вы задавались вопросом, для чему нужны ND-фильтры и нужны ли они вам вообще. Если говорить коротко, то для получения кинематографичной картинки необходимо придерживаться определенных правил при съемке. Одно из самых главных правил – это правило удвоения выдержки. То есть, если мы снимаем сцену, где видеоряд не нужно замедлять, то данную сцену нужно снимать при 24 или 25 кадрах в секунду, в зависимости от региона съемок, а выдержка должна быть в 2 раза больше, то есть 1,48 или 1,5. Если же вы хотите выполнить замедление кадра, то съемку необходимо выполнять при 60 кадрах в секунду, а выдержка должна быть равна 1,120, то есть снова в 2 раза больше, чем кадров в секунду. Значение ISO при этом должно быть фиксированным и минимальным, в нашем случае равным 100. Так как в 99% случаев квадрокоптер используется для съемок вне помещений, соответственно, с такими настройками и солнечным светом кадр будет пересвечен. И вот тут как раз нам приходят на помощь ND-фильтры. По своей сути, ND-фильтры – это солнцезащитные очки, которые не пропускают определенную часть света на фотоматрицу и позволяют вести съемку с выше названными настройками без пересвета кадра. Но у вас возникает очевидный вопрос – а какой ND-фильтр приобрести мне? Ведь их на Алиэкспрессе большое множество, начиная от ND4 и заканчивая ND64. И что эта цифра значит вообще? Цифра в названии фильтра означает степень его светоблокировки. То есть, чем данная цифра выше, тем меньше света данный фильтр пропускает на матрицу, и тем более он темный. Окей, но возникает следующий вопрос – какой фильтр нужен для съемок на улице в солнечный день? К сожалению, так как освещенность на улице не постоянна, для съемок необходимо иметь набор из нескольких ND-фильтров, и вам как оператору необходимо подстраиваться и менять фильтры в зависимости от окружающих условий и среды. Для теста я приобрел на Алиэкспресс 5 нейтрально поляризационных фильтров – 4, 8, 16 и 32 от компании SunnyLife и 1,64 фильтр от NoName компании. Итак, переходим непосредственно к сравнению. В настройках выставлена запись в режиме 2,7K 24 кадра в секунду с выдержкой 1,5 и ISO равным 100. Первым у нас идет съемка без фильтра в ясный солнечный день. Съемку проводил в статичном положении для большей наглядности и удобного сравнения кадра. В правом нижнем углу мы видим запись с экрана телефона. В приложении включено предупреждение о передержке. Данное предупреждение отображается в виде зебры на пересвеченных участках кадра. Как мы можем видеть, без ND-фильтров изображение полностью пересвечено и не годится для какого-либо использования. Двигаемся дальше и надеваем фильтр ND-4. Как можно заметить, с данным фильтром ситуация улучшилась и пересвеченных участков кадра стало меньше. Но все же данное изображение нам тоже не подходит. Переходим к следующему фильтру ND-8. Картинка стала еще лучше. И если выключить предупреждение о передержке, то судя по общему плану, можно сделать вывод, что этого фильтра достаточно. Но это не так и изображение все еще пересвечено. Об этом можно судить не только по присутствующей на экране телефона зебре, но и по значению экспонометра, который расположился между значениями выдержки и переключателем ручного автоматического режима съемки под буквами MM. Если данное значение со знаком плюс, то изображение пересвечено. Если со знаком минус, то недосвечено. В идеале должно быть 0. Итак, надеваем следующий фильтр ND-16. И вот тут мы видим нужный нам результат. Значение экспонометра равно 0. Хотя все еще остаются небольшие участки зебры на зданиях, данное изображение можно считать определенным эталоном для данной ситуации и в таком виде проводить съемку. Но у нас еще осталось два фильтра ND-32 и ND-64. Посмотрим, как они поведут себя. Итак, переходим к фильтру ND-32. И видим, что зебра с пересвеченными участками пропала окончательно. А значение экспонометра стало равным минус 0.3, что означает небольшой недосвет. Но недосвет проще исправить в редакторе, чем пересвет. И посмотрим на фильтр ND-64. Изображение стало еще более темным и недосвеченным, а значение экспонометра равным минус 1.7. Но в целом ничего страшного. Если в данной ситуации повернуть камеру в сторону солнца, то кадр станет снова сбалансированным. А чтобы снимать данные фильтров в этих условиях, экспозицию можно немного подкорректировать при помощи ISO. Например, вот так будет выглядеть изображение при значении ISO-200, как видно, значение экспонометра уже минус 0.7. А вот так при ISO-400. Соответственно, перед взлетом фильтр нужно подбирать по самой яркой зоне в локации, где будет производиться съемка. А в более темных частях локации с этим фильтром поправлять экспозицию путем прибавления ISO. Но и перебарщивать ISO не нужно, так как при его высоких значениях картинка начинает шуметь и выглядит это очень плохо. Вот для наглядности сравнение всех фильтров в разрезе одного кадра. Подводя итог для себя, считаю, что 4 и 8 фильтры явно не нужны. В идеале хорошо держать набор от 16 до 64, но в целом, как мне кажется, можно обойтись и двумя фильтрами – 16 и 64. Также, на мой взгляд, ноунейм фильтр оказался лучше, так как он выполнен из металла и выдержит большее количество на диване сниманий с камеры. Тогда как фильтры от SunnyLife сделаны из пластика и их надежность вызывает большие вопросы. Видео, снятые с разными фильтрами, можно скачать в оригинальном качестве по ссылке в описании для самостоятельного и более детального сравнения. На этом все, ставьте лайки, ссылки на ND фильтры будут в описании. Благодарю за просмотр, всем пока!